Виктор Владимирович, как-то в предыдущих видео вы говорили о том, как кератомы и папилломы свидетельствуют о наличии паразитов в организме. А можно немного более развернуто услышать именно об этой теме? Почему это именно так? Ну, я хотел бы немножко продолжить это в этом смысле ваш вопрос в контексте того, что говоря о паразитах и грядущих или текущих вирусных проблемах, конечно, можно смело говорить, что в этом контексте, конечно, они выступают как близнецы-братья. Почему? Потому что паразитарная инфекция формирует один уровень иммунного ответа, который, в общем-то, имеет глубокие корни по отношению к желчи. Точно так же, как и вирусные в этой части проблемы и противовирусные ответы со стороны человеческого организма в лице иммунных ответов тоже очень тесно связаны с качеством желчи. Что у нас происходит? А происходит то, что есть некая депрессия или происходит некая депрессия или увядание вот этих химических связей между собой желчных кислот, которые приводят к тому, что исключая или исключаются те или иные химические реакции, на фоне которого кожа начинает себя, в первую очередь, проявлять, как один из мощнейших, важнейших маркеров наличия паразитов и влияния вирусов. Почему? Потому что папиллома вирус человека, он на ровном месте не появляется. Папиллома вирус человека, он заложен, если вам угодно, глубоко-глубоко вот в саму структуру человеческого организма. По сути дела, по сути дела, как вот в свое время говорили о том, что палочка Коха является патогноманичным для вида гомо-сапиенс. Так вот, лично моя позиция заключается в том, что вот вирусная патология, она тоже заложена в генетическую структуру человека. Или нужны какие-то условия для того, чтобы вирус себя проявил. Так вот, паразиты очень часто провоцируют, как раз-таки, выход папиллома вируса. Происходит это почему? Потому что идет угнетение определенных структур кожи. В первую очередь, страдает меланин. Вслед за меланином страдают инструменты или институты, которые поддерживают уровень коллагена, эластина. И само устройство кожи в этой части, если мы рассматриваем под хорошим разрешением, под микроскопом, мы видим, как вот эта чешуйчатость эктодермы, она разъезжается. И вот эта вот лишенная эластичности и коллагена, и эластина части кожи внутренней, внутренней, начинает в буквальном смысле, как грибы после дождя появляться на теле человека. И пользуясь случаем, хочу сказать, что наши, без скромности, без личной скромности, достижения, статья Надьевна Картавинка, касается о том, что мы разработали специальные прописи с использованием наших фитопрепаратов, наших биологически активных добавок пищи, которые практически на 100% решают эту проблему. Решают практически на 100%. В этом вы легко можете убедиться, когда почитаете отзывы наших слушателей и зрителей. Подробнейшим образом мы на эту тему будем останавливаться на нашем вебинаре. Ссылочка на вебинар находится под этим видео. Милости просим, приходите, интересуйтесь, задавайте вопросы. И мы вместе с вами будем получать положительные результаты, которые позволят вашим, вашим организмам замечательно справляться не только с паразитарной инфекцией, но и с последствиями вирусных осложнений. Потому что папиллома вирус человека в лице, папиллом, это осложнение вирусной экспансии. Потому что даже сама локализация папиллома вируса очень часто, обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, если среди вас есть доктора, обратите внимание, как папиллома вирус человека является замечательным указателем на то, какой системой надо заниматься. Просто надо открыть атлас биологически активных точек, открыть атлас биологически активных каналов и посмотреть, где находится и какое соответствие папиллома вирус соответствует тому или иному участку на теле. Это очень легко сделать. Поэтому, борясь с этими вещами и с паразитами, и с папиллома вирусом человека, мы в лучшем смысле слова защищаем себя, защищаем свой организм, защищаем свою броню в виде нашей кожи, в виде нашей железной биологической рубашки, биологической кольчуги. Будьте здоровы!